В Касталовском районе скотоводы успешно переживают самое холодное время года. В настоящее время там насчитывается 352 зимовки. Запасы корма в достаточном количестве, чтобы пережить холода и без потерь встретить весну. Все подробности далее. Зимой природа замирает, чего не скажешь о зимовках, где работы для фермеров полно. Холодные месяцы для крестьян это своеобразный экзамен. Если они хорошо поработали весной, летом и осенью, то пережить зиму серьезного труда не составит. Айсултан Сагангали, руководитель хозяйства Алга, знает эту истину не понаслышке. Начиная с весны прошлого года, он с помощниками заготовил немало сена, отремонтировал амбары и провел другую работу, чтобы сегодня стабильно обеспечивать сельчан мясом и молоком. В этом году на зимовку мы заготовили 2500 рулонов сена и 40 тонн кормов. Сейчас у меня на фирме имеется 250 коров. В планах увеличить поголовье. На данный момент в моем хозяйстве работают 4 человека. Имеется все необходимое. Зима не такая суровая. Поэтому думаем, что переждем ее отлично. Основная задача зимовки заключается не только в том, чтобы прокормить скот, но и обеспечить его стабильную жизнедеятельность, в том числе и сохранить уровень рождаемости. Так, на сегодняшний день в районе на зимовках более 100 тысяч голов крупного рогатого скота, 260 тысяч голов МРС, около 31 тысячи лошадей и 29 верблюдов. Для всех корма достаточно. Летом мы подготовили 303 тысячи тонн сена. План выполнен на 109%. Поэтому есть уверенность, что до конца зимы этих запасов хватит. В этом году зима теплая, снега не сильно много. В связи с этим скот на зимовке стоит с середины декабря. Словом, благодаря погоде мы сэкономили месяц. По словам представителей районного Акимата, зима для крестьян проходит нормально. Прогнозы на самое холодное время года оптимистичны. Запасов во всем достаточно, в том числе и по ГСМ. Наложена и система электроснабжения. Так, ряд крестьянских хозяйств оснащен солнечными батареями. Алексей Кочемасов, Шенгус Конусбаев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.